Потому что люди делают Погоду в доме, да Коллектив Ну, я тебе могу сказать другое Даже в семье, я говорю, если вы хотите Ну, сообразить, что в политике Происходит или на работе Я говорю, просто посмотрите на свою семью Все ли у вас отлично? Ну, там есть проблемы Я говорю, вот оно и так же, просто у вас маленькое кажется Оно начинается всегда с микро На макро переходит Да, это да Так что, а что ты читаешь вообще? А ты читал, ну, про Энди Ворхола знаешь, да? Вот сейчас я последний, наверное, лет 5 вообще перестал А последователи? А последователи? Энди Ворхола, это художник Это художник, который Он стал Известным по вот этому Кэмпбеллу Он рисовал вот этот суп в железной банке Потом Мерлин Монро, вот несколько фотографий Идут в ряд, да, только в разных оттенках Там на голубом, на розовом фоне Помнишь, вот это вот несколько таких частей Это его работы А потом, когда он ушел По-моему, Алекс Блин, ну, он себя аллигатором называл Ну, как бы он себя не называл Он решил эту книгу опубликовать И когда нашли эту книгу, все были в шоке Потому что он нифига не раскаялся Он создал на... Когда ушел от этого Ворхол Этот парень был сам из бедной семьи Он пришел в один из каких-то там клубов ночных в Нью-Йорке Увидел, как это все работает И решил сделать такое шоу на этих похоронах И создал такое движение, как клубные детки Ну, там они все ЛСД, короче, глотали всякую гадость Их там было очень много Альберт Хоффман из Убрел Немец, да? Ну, ты же помнишь историю ЛСД Случайным образом Ну, так же самое, как водка Она была для лечения Для лечения, да Это же тоже, как бы, для беременных облегчить роды Типа, сейчас я забыл, как он Он изучал алкалоиды спорыни Понимаешь, я тебе скажу... Спорыни, это, ну... Хорошо, я поняла Да, я поняла Этот, а Петр Горяева, ты знаешь? Ну, в его прошлом году должны были номинировать на Нобелевскую премию Но его убили Ну, собственно, как Илья Вашова и остальных Да Он открыл вот эту волновая генетика у него То есть там и выращивание зубов и тому подобное Но это, естественно, никому не выгодно Потому что надо же, типа, все выбивать челюсть И вставлять новую челюсть Я тебе скажу, что на самом деле уже есть много лет Как, может, более десяти, ну, лекарства от рака Ну, то есть оно доступно только избранным каким-то, да, по сути Поэтому... Мне кажется, вообще, знаешь, вот я тебе скажу Я не хожу по вот этим, ну, по им врачам Ну, то есть, единственное, что, да Я столкнулась с врачами, это был роддом И при том его послала, меня послали в другой роддом Там мне вообще сказали неприятную вещь, вообще неприятную вещь Такую, что я была в шоке, и у меня слезы пошли Вообще, я могла бы ответить, но я не смогла тогда ответить Вот, и я прихожу домой, говорю, все, мама, буду рожать дома Она такая, как, что, я типа падаю от вида крови Я такая, ничего, я говорю, там протолкну, что надо, отрежу Я вижу, моя мама такая, что не падает Ну, я такая, если я сказала, я так и буду делать Ну, там, за неделю до родов мы познакомились с врачом С другого роддома И мы опаздываем Ну, за неделю до родов И я бегу по лестнице через две ступени Он такой, вы что, ко мне, вы не готовы к родам? Я такая, да, а что это вдруг? Он говорит, мои мои Докаю, вы посмотрите, она не... Чем она вообще занимается? Она такая, ну, она, типа, компьютер чинит И вот Сыричевск вчера на мотоцикле ехала И он такой, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ девочка есть, уже ей 7 лет. А папа-космонавт, он вот со дня рождения зачатия, и он в космос улетел, и его не пускает, там он исполняет миссию очень важную по спасению планеты, да. Ну, я просто не знаю, что ей сказать, она начала спрашивать. Я говорю, он космонавт. Да, чтобы не травмировать, так сказать. Да, она говорит, что-то долго не возвращается. Я говорю, там, я говорю, потоки воздуха. Не, она понимает, что я прикалываюсь. Ну, понимаешь, она очень умная, и поэтому она такая, знаешь, еще делает такую ухмылку, такая, ну ладно, короче. Все в маму пошла, да. Да-да-да. Не, у меня, я никогда, знаешь, вот у меня есть девочки, которые мечтают выйти за выше, все, я не мечтала. Я мечтала, что у меня будет ребенок. Вот, знаешь, вот говорят, надо мечтать, но только с осторожностью. Вот так получилось. И то, что и происходит, да. И то, благодаря моей подруге, да, оно и у тебя происходит, ну, в жизни. Все произошло, я не слушаю подруг, но иногда я их слушаю. Ну, подруги, знакомые. А я ее не видела. Подружку очень много. Это было из десяти школ. Это какая-то, по-моему, пятая у меня была школа. Это оттуда. Одноклассницу встретила. Вот. И она, там, что-то мы разговаривали, она, ой, я на компьютерах работаю. Это, да, с экономикой было связано. Я такая, блин, ненавижу экономику, лучше бы на компьютерах. Она такая, ой, не люблю компьютеры, лучше бы экономикой. Я говорю, мне кажется, нам надо поменяться. Вот. И, короче, она у меня познакомилась с парнем. И так, знаешь, ну, общаемся, общаемся. И я понимаю, что, ну, как бы у него там какие-то планы. А я, у меня самое дольшее, это было неделю. То есть я неделю общаюсь с человеком, понимаю, что нет, ну, чего морожить голову. Все, давай, до свидания. А она говорит, вот, тебе 32 года. Да, ты всех отшлёпываешь, и там, типа, посылаешь. Он говорит, а он тебя любит? Я такая, блин, а любовь у нас, у меня никогда не было от этого. Нет, у меня был парень, который дарил цветы. Сейчас я вижу, да, любовь, это ты сама, ну, наверное, знаешь, или пришла к этому. У меня не любовь, он пройдет. Это биохимический процесс, который можно сам себе открывать. Ну, если ты умеешь этим процессом управлять, то есть можно влюбляться в кого угодно в любой момент времени. Ну, это да. Это классное чувство, офигенное, но ты сама, ну, сам себя, я, допустим, сам себя раскручиваю. Это было, рассказываю. Ты кайфуешь. Я тебе рассказывала, нифига я не раскручивала. Там мне было постоянно, помоги мне сделать заказ, я не успеваю, и у меня ночные заказы были, на работу приезжала к нему и делала все по компьютеру. То есть я на компьютерах, и он на компьютерах. И он такой, я не могу, и там вот эти все щиты, баннеры. Подобное притягивает подобное, ты знаешь. Да. Вот. И потом, а, и параллельно я пошла, аж хотела уйти в рейс, и начала проходить это. Ну, получается, во время, пока я обучалась, мне было предложение уйти. Я говорю, что за фигня, я еще не все выучила. Я говорю, там, травить кошку. Ну, когда спускают якорь на воду, называется травить. А есть якорь холла, если ты знаешь, есть якорь кошка. А якорь кошка, это такая... Это термин. Да, да, да. Да. Вот это, я не хочу слушать. А ты включаешь тоже, да, громкую связь? Ну, да, щекой. А вот. А я сейчас на компьютере. Вайбер. Ну, компьютер. Мой компьютер сгорел. С телефона. Это та, которая чинит компьютер, у нее компьютер погорел. И я такая думаю, или ноутбук, или компьютер, и уже два года думаю, что вообще без взятия, и ничего не беру. Так жесткие диски лежат себе там, пылят. Смотря, да, получается, что ты делаешь, если ты там любишь играть в игры, там, еще какие-то, тогда надо стационарный, если больше там, так, просто там текстового формата. Нет, это неправда. Нет, именно самое классное мне нравились именно трубки. Ну, мобильность. Мобильность, я имею в виду ноутбук, просто портативно мобильно можно его с собой взять. Нет, ты можешь меня выслушать? Ты же никогда не услышишь, что важную информацию все будешь перебивать. Ну, учись немножко молчать. Набрал воздух, так... Ну, Верия, я этот... И ждешь. Балабон. Нет, балабон это тот, который просто говорит, знаешь, ну, как бы просто сотрясай воздух, не наговаривай на себя. Ты сам себя делаешь, сбрасываешь цену. Цену сбрасываешь. Это просто мне такое говорили, я запомнила. Сбросил цену. Ну, смотри, да. Этот... А, все, я забыл, что я говорила. Нельзя сбивать. Нет, ты говорила про поводу... А, про компьютеры. Что вот эти ламповые мониторы, помнишь, их было очень много? Я не знаю, помнишь ли? Электронно-лучевая тру. Они самые лучшие, потому что если ты обрабатываешь фотографию, все отлично. То есть, когда ты идешь, выдаешь на принтер, все соответствуют, все цвета. А потом уже была такая фишка, когда появились вот эти, как они называются, мониторы, LED-шмады. Ну, ЖК. Есть ЖК, а есть еще LED-шмады, по-моему. Да, еще LED-шмады был. Короче, вот эти ЖК и тому подобное. LED-монитор. А, слушай, и они приходишь распечатывать. Ну, это у вас, типа, надо настройки сделать, типа, т-т-т-т. Это настройки надо делать в принтере. И это везде говорили, да что за бред. Притом в ШАГе то же самое. Я говорю, ну, ребята, вы что, сами не понимаете, что... В Академии ШАГ? Да. И в ШАГе тоже была, и в Мещниково, и в юридическом. Ну, там, и в юридическом. И это, и в политехе была, и в сельскохозяйственном, была, и на радио, и на телевидении, была, и в стрип-клубе, была, и везде была, короче. Ну, правильно, надо... А, и в рейс чуть ли не ушла. Ну, не ушла, потому что... Для разнообразия. Да. Для опыта. А я искала себя. А я тебе скажу так, не ты с тебя ищешь, а как это... Меня ищут. Да, да, да. Это, знаешь, как бы... Ой, слушай, я когда в школу оформляла малую, я выпила. Мама говорит, возьми в каравалин. Не боже, да я каравалин. Потом давала, она по приколу выпьет на тебе. Ну, знаешь, как бы заглотила, она у меня застряла. Воды нету. Думала, она вторую выпьет. Вторую, ну, как бы глотаю. Она ту протолкнула, сама застряла. Думала, ладно, вторую, третью возьму. Короче, третью две в горле. Я сижу такая, а, ладно, пофиг. Думаю, сейчас пойду за водой. Тут мне говорят, загадите. Я такая, ну, ладно. И начала общаться. Мне там одно, я им другое, короче. Они там меня пытаются... Я понимаю, что это какая-то фигня. Я культурно пытаюсь обойти эти углы их. Вокруг меня выстроилось восемь, там, не знаю, и учителя, и заучи, и директор. И потом этот директор говорит, идёмте ко мне в кабинет, лично поговорим. Я такая, давайте. И под конец, знаешь, мне этот директор говорит. Ага, она мне такая говорит. Вот, там, ну, ладно, не буду говорить. Короче, под конец она сказала одно. Говорит, мой вам личный совет. Я такая, да. Она такая, не надо читать книги. У меня глаза такие, знаешь, округляются. Я так на нём... А она такая, зачем вы так много читать? Не надо... Вот вам не надо читать, не надо читать. А у меня такая мысль, блин, я ребёнка в школу привела, чтобы дали знания, знаешь, это всё. Потом... А, и мне не понравилось то, что было родительское собрание, и эта учительница так быстро всё говорила, толком не давала никому ничего ответить. То есть, потом ещё раз было такое, вот, там, типа, надо всем зарегистрироваться, и какая-то спешка. Но это я определила, и думаю, сейчас я подниму этот кипиш. А одно я сказала, говорю, и она раздавала, когда бумаги там подписать надо, ну, мама мне только сказала, говорит, я говорю, если будет написано, что даю право на обработку своих персональных данных, я говорю, ты это зачеркни, короче, или напиши, не даю. Она такая, почему? Я говорю, я потом объясню. Я думаю, что хотя бы она останется. Ну, нет, они все убежали потом, короче. И она, когда была в Вайбере, там, пишет, типа, зарегистрируйте онлайном, а я не торопилась ничего зарегистрировать. И она пишет, ой, мне там пишет, типа, что значит, как эти родители, которые называются? А, она говорит, что значит опекуны? А это учительница. Опекуны — это дети, это я поставила, типа, ничего страшного, это программа такая. Нормально вообще? Да. А я думала, сейчас я напишу, думаю, ну, если еще кто-то, я начну этот вопрос. Но нет. Это учительница на украинском, говорит, в этой школе. И я поняла, что вот этих, как они, ГПК, которые танцуют, их везде, они везде, понимаешь? Ну, я тебе культурно говорю, понимаешь? Вот этих людей, они везде, они в школах, они на кружках. Это не без мата, сказать, да? Нет, это не без мата. Это в действительности вот этих, как их подсаживают, понимаешь? То есть мы говорим на таком, да, ну, нормальном, понятном. А есть те, которые говорят на другом. И вот эти, которые на другом, они начинают вот это портить воздух, так сказать. И они везде, понимаешь? И я понимаю, что если я начну вот это заговаривать, люди с теми родителями, которыми я говорю, они согласны, давайте что-то делать. Я понимаю, что если я начну что-то делать, они скажут, ну, так это ж она, Типа, нас главное не трогать. Ну, то есть я вижу, что нету сплоченности, все хотят, но никто не хочет нести ответственность, понимаешь, что вместе. То есть друг за друга стоять никто не хочет, поэтому я и не рыпаюсь в этом плане. Я тебе так немножко решила поделиться, не знаю, дойдет или не дойдет, но думаю, дойдет. Да, да, я это понимаю, да. Это я там тоже про вселенную там поговорю, и все, но я так смотрю, знаешь, на моем пути там, ну, тем говорил, думаю, да, Юра, ты какой-то сумасшедший или еще что-то. А, я сейчас скажу. Я что же раньше? Таких людей нету, а потом оказалось, что есть. Много, просто они молчат. Они молчат, и да, и так их... Они делают свое дело, да, очень много. Они делают свое дело, да. А, слушай, я сейчас... Я понял, что я не одинок, я понял, что я не одинок, я стал нормально жить. Ну, вздохнул. Я просто, когда ты как только задаешься вопросом, ты находишь ответ. Я в том плане говорю, я когда в Мечникова занималась, нам заставили читать, вот тогда у меня было знакомство с этим всем ультранасилием и тому подобное. Энтони Бёрджес написал, как он называется, «Механический апельсин» либо «Заводной апельсин». И Стэнли Кубрик снял этот фильм по Энтони Бёрджесу. Ну, то есть Стэнли Кубрику всегда прислали... Ну, он читал очень много книг. Ну, как он читал? Он, вначале, сам читал, потом понял, что слишком их много и нанял людей, которым платил деньги за то, что не читают и дают рецензию. И вот эта рецензия ему понравилась по поводу вот этого фильма. Не проблема вашего ума, да? Слушай, и я вот это вот читала, вот эту книжку. И если я читаю, я погружаюсь в это всё. Но я думаю, что это, наверное, каждый человек так делает. И, естественно, моя реальность стала меняться. И вот как-то с Мечникова я выхожу, обхожу там вместе с угла такая дорожка и кустики. И в этих кустиках там никогда никого не было. А это, короче, мужик такой, а, давайте, сделай приятно. Я такая смотрю на него. А зачем я смотрела? Я такая, ну, знаешь, делать себе приятное. Я такая... Он такой, сделай мне, типа, подойди поближе. Я говорю, не, не буду. Ты меня слышишь? Да-да-да. Вот. Я говорю, не, не буду. Он такой, ну, типа, я говорю, может быть, когда-нибудь второй, типа, в другой раз. Он такой, хорошо. Я такая иду, бля, что за хрень была. И я поняла, что вот это вот я читала. И вот такие ситуации у меня возникали. Ну, и какой-то там бежал, короче, там, нож подставлял. Того, если нет, я тебя зарежу и убью. Я говорю, режь и убивай. Я говорю, ничего тебе делать не буду. Ты что, ненормальный? Я говорю, да, я ненормальный. Короче, я сама офигевала. То, что со мной, как я отвечаю, я офиговала, что... Ну, короче, ничего такого не было и хорошо. Ну, в общем, это убилец. Да, мы делаем свою собственную реальность, получается. Поэтому читать надо нормально. Да. И смотреть нормально. Мы трансформируемся и получаем твою собственную реальность вокруг себя. То есть и начинаем замечать совсем другие вещи, которые просто вот выходим на улицу, знаешь, там, быстрым-быстрым, там, на маршрутку, там, ну, кто куда, да. И ничего не замечают. А я выхожу и наслаждаюсь именно, знаешь, ambient, ну, окружение. Каждый, ну, вот, я обращаю внимание, там, на облака, на воздух, на листочек, на камушек асфальта, который там блестит от отражения солнечного света, луча. Я кайфуюсь, знаешь, ну, то есть, когда ты внутренний человек, знаешь, уже дошел до, ну, до какого-то своего уровня, знаешь, я иду и просто наслаждаюсь жизнью. Знаешь, вот, каждым элементом идешь, вот, просто, а люди просто быстро, знаешь, там, работа, дом, дом, работа, и все. И вот так вот в жизни происходит, к сожалению. Вот. У каждого, конечно, свой путь, то есть, не мы вправе, конечно, их учить, там, и что-то заставлять, потому что нас тут быстро, нас не так много, как ты и я, там, и вот подобные. Нет, очень много просто, я же говорю, ну, по поводу света. Но они в молчании охранят, да. Потому что очень многих убирать стали. Вот, я еще хотел к чему веду, что если мы начнем говорить, нас просто уберут, бля. Ну, ой. Нет, не уехал. Ну. Александр Тюрин, ну, вот, я хотела приехать к нему, но не получилось, подружка поехала. Притом она говорит, ей где-то полгода, где-то год-полгода втюхивала про Тюрина, рассказывала, все, она уезжает. Она сама с Днепропетровской, мы с ней только мы не виделись, она уезжает в Москву, встречается с ним. И она мне звонит и такая, ой, ты знаешь, я с таким человеком познакомлю. Александр Тюрин, тебе очень надо его посмотреть. Я такая, так, я говорю. А теперь, я говорю, давай, я говорю, а ты хотя бы знаешь, кто тебе об нем рассказывал? Да, да, ты знаешь, кто-то рассказывал. Ну, так, мимолетами, такая, мимолетами, я говорю, каждый день по году, я говорю, или по полгода. Ой, так это была ты. Я такая, да, это была я. Я говорю, передай ему привет. Вот, его тоже не стало. Потом Валерий Чудинов. Да, или люди убивают. Только лишь люди убивают людей, и все. Нет, там чуть-чуть другая история. Там связано с этими технологиями. Так же самое, как и Левашов об этом же говорил. А Петр Горяев, он же последователь, говорит, он вообще, то, что он написал в книгах, он, говорит, 15 лет вперед ушел. Если не больше, точно, говорит, там такие грандиозные открытия. Ну, и связаны с медициной, и со всем. А ты, знаете, просто одна из книг, она запрещена и в России, но сейчас у нас тоже это все запрещено. Называется в России привыкз... Я тебе могу скинуть... Ну, название или там, может, ссылка, неважно, я тебе могу скинуть... Да, подожди же, это еще с лопатой. Знаешь, и плывет этот... Как ее там называют? Блин, как ты это делаешь? У меня все повылетало. Так, плывут на лодке Штирлиц и... Как ее? Аннушка. Тебе тоже, я так понял, каким нет? Штирлиц и Аннушка. И такие, короче, они плывут, и он... И знаешь, молчит он, молчит она, молчит он, молчит она. Она такая, Аннушка, вам никто не давал... Два студента. Что? Мы с тобой два студента. Почему? До сих пор. Типа ля-ля-ля-ля. Не можем... Нет, я все-таки... Я просто тебе должна сказать, что я пошла делать курсы, типа... Никак не можем наговориться, да. Ну хорошо, иди собирайся, брей ноги и на работу давай. Все, не отвлекаю тебя. Не-не-не. Будь краса... Какая красота... Какое? Никуда еще не... Ты же сказал, что у тебя сегодня работа с утра до вечера, с вечера до вечера. У меня на пять с пяти до девяти, то есть у меня еще времени... Ну пока ты оденешься, пока ноги там, пока маникюр, педикюр, носик... Накраситься. Да. Разгнать себя. Да. Что? Что не так? То потом. Хорошо, потом. Все, договорились. Отличное настроение. Я побежала делать дальше. Дальше кушать, и малый сейчас, по-моему, разнесет мне комнату. Да подожди еще. Давай дальше. Не-не-не. Я, Сережа, мне мало голодным. На свет вырубается, я хочу успеть все это сделать. Ага. Все, давай, обнимаю. Да, все. Да, давай, сейчас вы, конечно, с вами. Да. Хорошо, да. Хорошо, да. Она ебнутая, опять. Хорошо, да. А, ни хуя не ебет, опять. А, блядь. Саундахоликс. Костя. Лярис. Батя. Батя. А. Батя. Батя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...